Хрупкая девушка с необычным именем Злата без труда командует бригадой суровых мужчин. На стройку она приходит чаще, чем в магазин за хлебом. Это фундамент многоэтажного дома с рестораном и гостиницей. Злата следит за каждым кирпичом, чтобы его положили куда надо и как надо. Посмотреть, что было сделано за сутки, наметить работу на следующий день, на сегодняшний день, узнать, какие требования, какие пожелания есть у работников, может им что-то необходимо закупить, приобрести. Недавно потребовали купить грузовой автомобиль. Деньги немалые, 900 тысяч рублей. Фирма Злата взяла машину в аренду в лизинговой компании. Первый взнос за грузовик краевой бюджет вернет обратно по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Документы для этого раньше принимали только в Краевом министерстве стратегического развития. Предприниматели со всей Кубани выстраивались в очереди в Краснодаре. Но сегодня прямо со стройки Злата едет в многофункциональный центр своего города. Документы теперь можно сдать здесь. В министерстве я была по очереди 602 или 63. Здесь мне приняли документы буквально за 10 минут, что намного облегчило работу. Фирма Златы получит 70% от первого взноса. В кубанских МФЦ теперь действует и еще одна родственная услуга. Можно подать документы и Край вернет часть затрат по лизинговым платежам. Такую возможность начинающие предприниматели получили после поездки Александра Ткачева в крупнейший Краснодарский многофункциональный центр. Губернатор остался недоволен. В кубанских центрах, из положенной 121 услуги, не оказывают и половины. После на совещании Ткачев поставил задачу, как можно быстрее наверстать упущенное. Но бизнесменам стоит поторопиться. Одна из услуг будет оказываться по 31 декабря 2014 года. А вторая услуга, по которой мы сегодня принимали документы, это с 15 по 26 сентября. Поэтому предпринимателям, кто заинтересован в этом вопросе, нужно обратить на это внимание. И обратиться в МФЦ с целью получения данной субсидии. Снова принимать документы на получение субсидий кубанские МФЦ будут только в следующем году. Сроки ограничили из-за ограниченного размера финансирования, которое выделяется каждый год на поддержку начинающих предпринимателей. Злата воспользоваться шансом успела. Теперь и в дом, который она строит, жильцы заедут вовремя. Моя губа Александр Кощеев и Сергей Митюхин. 9 канал. Краснодар. Ейск.